Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Забастовка – крайняя форма возмущения работодателями. Строителям вновь задерживают заработную плату. Второе рождение – Силициум, Казахстан. Мы рады, что открылся наш временный завод. В Казахстане стартует второй этап программы «Народное АйПио». Каково это жизнь вдали от цивилизации? Жители поселка ЖБИ голосуют за водопровод. Подробнее вы узнаете в репортаже Ларисы Хусейновой. Скандально известный завод «Силициум Казахстан» вновь запущен. В этот раз под свое крыло современное производство взял Национальный управляющий холдинг «Байтирек» и Фонд национального благосостояния «Самрук Казана». Указание президента по восстановлению производства было выполнено в кратчайшие сроки. Запуск предприятия был осуществлен в рамках меморандума о сотрудничестве и оказанию всесторонней поддержки процессу восстановления производства экспортной продукции, подписанного между Национальным управляющим холдингом «Байтирек» и Акиматом Карагодинской области. Новый стратегический партнер инвестирует в первоначальные процедуры оздоровления предприятия более 1,4 миллиарда тенге. На сегодня уже направлено на оплату труда сотрудников предприятия более 700 миллионов тенге. Сегодня на заводе произведен запуск первой из двух печей производства. Более 9 месяцев мы совместно этот проект начали делать. Наша задача в «Байтирек» отличалась в том, чтобы вернуть актив в собственное государство. Вы знаете, что чередуличие и собственные заводы не справились с платовой нагрузкой, не смогли обслуживать полученные кредиты в парке развития. Мы вернули этот актив в государство. И сегодня мы совместно с вами видели посольные заводы в этом предприятии. Силициум Казахстан как раз такой обед, который является основой индустриализации Казахстана. Производственная мощность предприятия должна составить 25 тысяч тонн готовой продукции в год. Здесь будет работать более 300 человек. Сегодня на этом восстановленном производстве вернулись на свои рабочие места те люди, те кадры, которые работали здесь ранее. Это является, конечно, важным для стабильной работы данного производства. Мы искренне надеемся и верим, что это производство найдет свое дальнейшее развитие получения. Продукция его востребована на первом рынке. Качество его высокое. Производство это современное. Строительство завода началось в 2007 году. Запущенное производство в 2010 году проработало всего два года и было остановлено. Акционеры не выполнили условия контракта перед Банком развития Казахстана. Около 500 сотрудников предприятия были распущены. И вот завод вновь оживает. В планах стоит восстановление производства на второй печи, тем самым увеличение производственной мощности данного предприятия. Продукция, которая производится на данном предприятии, это металлургический кремний. Он востребован на первом рынке. Цены достаточно хорошие. Качество, которое удается получать на данных печах, учитывая, что это современные технологии, это хорошее качество. Основная продукция завода металлический кремний ориентирована на экспорт. Потребителями кремния являются США, Япония и страны Евросоюза. Контракты заключаются, как правило, на долгосрочный период до 10 лет. По мнению аналитиков, цены на кремний к 2016 году достигнут своего пика. На сегодняшний день из старых работников, которые начинали трудиться с момента первого запуска завода, осталось 35 человек. Один из них – Ярнур Алматов. Мы рады, что открылся наш кремний завод. Я всех поздравляю от души. Сейчас у нас в данный момент все проблемы решены, все долги вернули. И сегодня завод по производству металлургического кремния в Караганде является современным и эффективным предприятием на территории СНГ и не имеет аналогов за счет того, что на сегодняшний день не существует известных заменителей кремния. На нашем заводе металл выпускается с частотой не менее 98,5%. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Социально-экономическое развитие городов и районов, реализация государственных и отраслевых программ находится в центре постоянного внимания руководства области. Знакомству с тем, какая работа ведется в этих направлениях, в Щетском и Актугайском районах, была посвящена рабочая поездка Акима области, Нурмухамбета Абдибекова в эти регионы. При этом особое внимание было уделено реализации дорожной карты занятости и развитию социальной сферы. В Щетском районе глава области побывал в детском саду Нурдаулет, расположенном в районном центре. Интересовался условиями в этом учреждении и его готовностью к зиме. Затем посетил государственный архив, где ознакомился с ходом ремонтных работ по программе «Дорожная карта занятости». Еще одним объектом посещения стала детско-юношеская спортивная школа, в которой различными видами спорта занимается более 500 юных жителей районного центра. Затем Аким области осмотрел улицу Жангут-Тиби, на которой летом и в начале осени был проведен средний ремонт автодороги общей площадью асфальтного покрытия более 13 тысяч квадратных метров. В Актугайском районе Нурмухамбет Абдибеков побывал на двух объектах дорожной карты занятости. Автомобильные дороги по улице Байсеитовой и в общежитии Аграрно-технического колледжа в селе Актугай. Что касается пятиэтажного здания общежития, в нем в настоящее время используются только первые и вторые этажи. После ремонта здесь можно расположить интернат для детей, школу искусств, центр юношей и подростков, детскую библиотеку, квартиры для молодых специалистов. Это в планах. В связи с тем, что в свое время село Актугай застраивалось хаотично, без согласования с генпланом, предлагается возвести на левом берегу реки Токырауэн 150 индивидуальных жилых домов, по существу построить новый микрорайон. Под строительство выделено 20 гектаров земли, подготовлен эскиз застройки. В случае реализации этого проекта население районного центра увеличится на 700-750 человек. После посещения объектов состоялась встреча Акима области с представителями общественности Актугая, во время которой обсуждались насущные вопросы этого населенного пункта. Громкий скандал разразился в центре города около ТО Караганда энергоцентр. Рабочие подрядные организации Грейн вышли на забастовку. Они уже третий месяц не получают заработную плату. Чтобы разобраться в этой ситуации, приехали работники Акимата, прокуратура и сам подрядчик. ТО Караганда энергоцентр – одно из крупнейших энергопроизводящих предприятий Карагандинской области. Компания является основным производителем тепловой и электрической энергии города. У этой компании есть подрядная организация Грейн. На нее и работали бастующие сотрудники. Мы все приехали с Экибастузского региона, непосредственно города Экибастуз, Павлодар. Работаем с мая месяца на объектах Караганда энерго. Зарплату не получаем в два месяца. Кто-то уже третий месяц не видел. Два – это однозначно. Какими-то небольшими авансами. У меня те же самые проблемы, как у каждого из нас. Так же самое. Кредит я его не плачу. Я его не избегаю. У меня уже пеня большая растет. Почему? Потому что нам не выплатили деньги. И у меня проблемы не только в кредите. В жилье я хату снимаю. Тоже в данное время. Одним словом, у меня дети голодные. Что я могу сказать? Они об этом знают все. Просто они входят в положение. Завтра, послезавтра, четверг, пятница. И вот мы уже пятую неделю ждем и в оконцовке. Результата никакого. Отчаявшиеся сотрудники в надежде на справедливость позвонили в прокуратуру и акимат города Караганды, чтобы они помогли разобраться в этом инциденте. К этому времени подошел и заместитель директора подрядной организации «Грейн». К предоставлению жилья, они все командировочные здесь приехали, мы предоставляем, оплачиваем командировочные плоти, поэтому просим просто войти в наше положение. Опять же говорю, повторюсь, на этой неделе мы оплотим. Работники взбунтовались еще больше после слов Романа и высказали свою версию. Теперь так, по факту, люди, четвертый день, голодный, это раз. Вчера вечером было озвучено с хозяев квартиры, что выселяют с двух квартир. Это да. Зарплату мы по факту видим, что вы нам выдавали, это вообще смешно. По факту, люди не видят, больше, а часть тут уже второй месяц, потому что не видят зарплату. Мы четыре дня сидим без ничего. Вчера ты приехал, сказал как, ну ладно, пацаны, я вам буду давать по тысяче в день, но я у вас зарплату это высчитаю. В этой непонятной ситуации запутались все. То Караганда Энергоцентр выплатила своему подрядчику «Грейн» 126 миллионов тенге, а должна была 136. Но по договору в рамках гарантии еще 10 миллионов заплатят по истечению 60 дней с момента запуска котла, который запускали рабочие. Все, мы свою работу выполнили от А до Я. Как у нас, как, что, от нас зависело, мы сделали. Котлы работают в полном состоянии, в нормальном состоянии, как должно было быть к отопительному сезону готово. Но в итоге, что, они нам, соответственно, обещают, а обещаниями, как говорится, мы сыты не будем. Им проплатили там три недели 50 миллионов тенге, проплатили. Они нам с этих 50 миллионов единицам по 100 тысяч раздали, и все, остальные деньги они куда делят. Руководство подрядной организации ссылается на то, что ТОО «Караганда Энергоцентр» не выплатило должную сумму, и поэтому рабочие до сих пор не получили зарплату. Общая сумма по договору 136 миллионов 100 тысяч тенге. Мы проплатили на сегодняшний 126 миллионов 444 тенге. Около 10 миллионов тенге мы должны им проплатить, когда это оборудование пройдет под контрольную эксплуатацию в течение двух месяцев. Когда все собрались, мы зашли в офис, чтобы разобраться подробнее в этой ситуации. Была договоренность, что пострадавшие работники будут присутствовать. Но пока мы разговаривали с представителями «Караганда Энергоцентр», работников вывели обратно на улицу. Вы же сказали, что при них мы будем говорить. Да, была такая позиция. Сейчас они сами ушли. Почему? Я сейчас выйду и у них спрошу. Роман, иди. Телевидение. Вот так прошел наш разговор. Руководители не хотели, чтобы работники высказали свою версию. Но заместитель директора подрядной организации пообещал, что все деньги отдаст своим подчиненным, и они спокойно уедут домой. Лариса Хусынова, Ожас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Недалеко от города Караганды люди живут вне цивилизации. Поселок Старый Жибы, забытое чиновниками место. Жители всю жизнь живут без водопровода и пьют воду из грязного колодца. Они давно просят о помощи, но их никто не слышит. Поселок Жибы находится в 10 км от Караганды. На протяжении 20 лет жителям не могут сделать водопровод, так как уже давно не работающий цех задолжал Акимату Октябрьского района 5 миллионов. Сами жители ничего не должны. Кто бы что ни говорил, пусть Акимат говорит. Я слышала, как Акимат сказал, что должны мы 5 миллионов. Мы ничего не должны, жители. Это должен ЖБИ. На данный момент никаких руководителей и ответственных за Старый Цех нет. Сами жители даже затрудняются ответить на вопрос, как точно называется их поселок. То ли ЖБИ, то ли Компанейск. Можно сказать, безымянное, забытое всеми место. Их район часто путают с поселком Узенко. Но там есть хоть какие-то условия для жизни. Посмотрите, какая тут вода. Вот эту воду мы пьем, даем нашим детям вот эту воду. Численность населения составляет более 500 человек. Тут живут и взрослые, и дети. Такую воду приходится пить всем. Иногда ведро из колодца жители вытаскивают с сюрпризом. То лягушка, то мертвые грызуны. Но так как деваться некуда, приходится просто дольше кипятить. И это не единственная проблема сельчан. Дорогу нам не прочищают никак. Так, вот скорая к нам, допустим, вот туда, я живу по Таймырской улице. Если какой-то пожар случится, нам туда техника зимой не доезжает. В поселке нет ни школ, ни садиков. Самые ближайшие в сортировке. Маршрутные автобусы для поселка не выделены. Жителям приходится выходить на час раньше, чтобы добраться до остановки. Также, чтобы уехать обратно, нужно ждать автобус час, а то и больше. Вот еще бы дополнительный автобус нам. Но автобус это еще куда не шло. Как бы у всех машины сейчас все это, ну воду, это уже, сами видите, вот эту воду вы бы сами не пили. А что делать? Пока власти не обратят внимания на этот населенный пункт, жителям приходится так утолять жажду. Вот воду греем на печке, вот в кастрюлях. Приносим домой. Вот у нас в бочках, во флягах. Два года назад жители уже обращались к нам за помощью. У них была та же проблема, но их никто не услышал. Люди жаловались, что они болеют от этой воды. У некоторых даже зубы начали выпадать. Мы обратились в Акимат Октябрьского района, в Акимат города Караганды, в Департамент энергетики и коммунального хозяйства. И последней нашей надеждой был областной Акимат. Но и там нам конкретного ответа не дали. Жители поселка уверены, что про них давно забыли и на помощь им никто не придет. Но эту ситуацию мы ставим под контроль. И совместно с сельчанами будем добиваться водопровода. Лариса Хусейнова, Эйден Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В городе Абай закрываются детские противотуберкулезные санатории. На пресс-конференции в управлении здравоохранения главный врач области Ержан Нурлыбаев внес ясность о закрытии. Абайский противотуберкулезный санаторий является филиалом областного. Имеет 39 пациентов дошкольного возраста, которых обслуживает 36 сотрудников здравоохранения. Всех пациентов переведут в филиал детского противотуберкулезного санатория города Сарани. Также всем сотрудникам санатория предложено альтернативное трудоустройство. На сегодняшний день в областном санатории и филиалах города Сарани и Абая общая коечная мощность составляет 230 единиц. Но в регионе наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости туберкулезом на 7% по сравнению с прошлым годом, что снижает коечные места. Абайский филиал находится в здании детского сада, которое требует значительного ремонта. А в Саранском филиале в текущем году был сделан ремонт по дорожной картке занятности за счет средств республиканского бюджета. В санатории дети прибывают из очагов туберкулеза, где болеют родные и близкие. Курс лечения продолжается 6-8 месяцев. При этом пациент должен постоянно находиться в санатории. В Абайском филиале 70% пациентов своих детей родители забирают на ночь домой, то есть в очаг заболевания. Сама суть в том, что ребенка необходимо забрать из этого члена, чтобы он не заразился дальше, чтобы провести его оздоровление, укрепить его иммунитет и так далее. Это основной принцип. Переезд в Саранский детский противотуберкулезный санаторий для пациентов значительно повысит качество лечения, также сэкономит бюджетные средства. Представители институтов гражданского общества собрались на городскую конференцию, чтобы определить свое место в реализации государственной стратегии «Казахстан-2050». За 80 лет Караганда накопила серьезный опыт по сотрудничеству общественных организаций с государственными органами. Таможенный союз. Последний этап подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию. Все это открывает новые возможности экономического развития Казахстана. Уже сегодня наша республика входит в 50 стран по глобальной конкурентоспособности и стремится войти в 30-ку развитых стран мира. Эти реалии требуют нового взгляда на работу институтов гражданского общества. Мы сегодня с руководителями государственных органов, бюджетных организаций, руководителями неправительственных организаций, молодежных, религиозных объединений, представителя Ассамблеи народа Казахстана хотим обсудить место и роль Караганды в реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании и в стратегии «Казахстан-2050». Для решения подобных глобальных задач потребуется консолидация всего общества. Стратегический план развития Караганды как промышленного центра страны подразумевает в ближайшие 10 лет строительство не менее трех детских дошкольных учреждений ежегодно. Появятся новые транспортные развязки, которые разгрузят центральные улицы. Благоустройство города станет комплексным. Во всех этих преобразованиях гражданское общество должно принимать самое активное участие. В Центральном Казахстане знакомы определенный опыт сотрудничества власти и гражданского общества, социального партнерства. Ярким тому примером в совместной работе стали знаковые для Караганды проекты «Замондаст», «Мы карагандинцы» и многие другие, которые прославили Караганду за ее пределами. Сегодня каждый гражданин должен понимать важность проводимых реформ в Казахстане. Название фестиваля «Мы карагандинцы» уже давно воспринимается как лозунг, как логотип, означающий сплоченность, единое стремление сделать нашу жизнь лучше и достойной уважения. Для этого и вырабатывались на городской конференции единые принципы работы с государственными органами. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый карагандинский. Все желающие узнать о перспективах вложения денег в акции национальных компаний собрались в Дании областного филиала партии «Нур-Отан». В Казахстане стартует второй этап программы «Народное IPO». На этот раз народу предлагали купить акции компания «Кегок». Казахстанцы снова могут стать инвесторами. А чтобы познакомиться с программой «Народное IPO» и научиться грамотно распоряжаться своими накоплениями, для народа организуют специальные лекции. До конца ноября планируется провести 70 занятий и 400 презентаций. Их будут вести профессиональные брокеры из таких известных казахстанских компаний, как «Ахалык Финанс», «БСС Инвест», «Прайвайт Ассет Менеджмент», «Ассил Инвест» и «Фридом Финанс». Им предстоит разъяснить народу механизм программ. В частности, как можно стать ее участником, как можно приобрести акции, для чего это делает государство, какую выгоду получают имитенты компании, которые выходят на IPO. Благодаря этому лекциям мне удалось узнать, что любое свое население, даже простой житель, среднее свое население, то есть студент, либо работающий молодежь, может принять участие, также выкупить акции и в дальнейшем принести себе пользу в прибыли денежных средств. Напомним, программа «Народное IPO» стартовала два года назад. Ее главная задача заключается в том, чтобы рядовые казахстанцы смогли стать совладельцами крупных национальных компаний. В прошлом году народу предложили купить акции компании «Казтрансойл». Буквально на днях нам недавно приходил пенсионер, он участвовал в акции «Казтрансойла». Это конфиденциальная, конечно, информация. Он покупал какое-то определенное количество акций, до 100 тысяч тенге, я вам грубо говорю. Дивиденды за 2013 году он получил 140 тысяч тенге, это получил доход. Теперь же на биржу выходит компания «Кегок». Сколько будут стоить ее акции, пока неизвестно. Эту информацию огласят в ноябре. По прогнозам специалистов, ценные бумаги компании «Кегок» купят около 15 тысяч человек. Сергей Высокосов, Ужас Габбасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Мы сделаем все для удобства наших граждан. Специализированный Центр обслуживания населения расширяет спектр своих услуг, делая их удобней для жителей нашего города. Открытый два года назад первый специализированный ЦОН по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспорта в нашей стране теперь принимает карагандица в 7 дней в неделю. Здесь созданы все условия для предоставления качественных услуг. Практические экзамены на автодроме одновременно могут задавать на 6 легковых автомобилях и 1 грузовой машине. С расширением спектра услуг специализированного Центра обслуживания населения водители нашего города теперь имеют возможность пройти обучение на категорию «Д». С сентября 2014 года у нас уже сдать практический экзамен возможно на транспорте категории «Д», то есть на автобусе. Услугополучатели здесь уже могут через специализированный ЦОН получить водительское удостоверение категории «Д». Во время сдачи экзамена исключается человеческий фактор. Весь процесс сдачи фиксирует компьютер, который определяет результат. Перед тем, как сдать экзамен, проводятся подготовительные курсы по теории и практике. Производится вождение, предподготовка после автошкол, курсантов. Обучаем мы предэкзаменационную, потом в дальнейшем они сдают экзамены на автодроме для получения водительского удостоверения категории «Б», «Ц», «Д» в нашем ЦОНе. Теперь граждане нашего города, которым есть 21, могут получить право на вождение вот такого транспорта в специализированном ЦОНе Караганды. Ануар Сидрахин, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинск. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинский самбист стал обладателем серебряной медали весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира по самбо среди молодежи, который проходил в южнокорейской столице Сеуле. В чемпионате мира приняло участие более 300 спортсменов из 31 страны. Баглан-Имбрагим провел 4 схватки и в первом поединке со счетом 8-0 одержал победу над грузинским борцом. Далее он одержал победу над спортсменами из Украины и Армении. Лишь в финальной схватке уступил российскому самбисту Амиру Чагину. Теперь приму участие в учебно-тренировочных сборах и готовлюсь на чемпионат Казахстана среди взрослых. В следующем году постараюсь оправдать надежды и завоевать золотую медаль. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Аман Сау Болмсдар. Продолжение следует... Продолжение следует...